Доброе утро! Аллочка-русалочка. Действительно, все очень-очень подходит. Аллочка, расскажи, пожалуйста, вот когда у тебя появилась именно осознанная мечта отрастить длинные волосы? Ну, я думаю, каждая девочка в детстве мечтает, чтобы у нее были длинные волосы, да, как, например, принцессы, русалочки, хочется волосы. Но в детстве мне стало казаться, что у меня волосы очень медленно растут, потому что каждый хочет сразу и все. Конечно. И пришлось постепенно достигать такого результата. Я, конечно, не думала, что такой длины будут волосы. Ну, предел у их мечтаний это было волосы до колен, потому что я помню, у меня было лет 16, и мама говорила, вот, еще немножко, и достигнут колен. Я думаю, ой, это вообще нереально. Ну, теперь вот так выросли. А вот часто очень девочки по своей природе, если волосы ровные, нужно накрутить, если волосы длинные, то хочется покороче. А вот у вас возникала вот такая решительная мечта, я не знаю, желание для того, чтобы вот укоротить длину? Нет, я же говорю, у меня изначально не было длинных волос, поэтому я мечтала, хотела, стремилась. Но я не зацикливалась, я не измеряла там каждый сантиметрик. Я просто поняла, что если у ровесниц моих волосы длиннее, чем у меня, а я никогда не стриглась, то, видимо, у меня не будет длинных волос. И так успокоилась, расслабилась и просто никогда не стригла. Да, вот они росли, достигали такой длины. Интересно, а вот сейчас какой длины ваши волосы? Какой цифра достигает? 166 сантиметров. На пару сантиметров больше моего роста. Прекрасно. Ничего себе. Приходится ходить в красивой обуви на каблуках теперь постоянно. Да, да, потому что дома, если я босиком, распущенные волосы, в этом году я начала замечать, что я наступаю на волосы. Это не очень приятно, я вам скажу. Поэтому каблуки спасают, конечно. И по дому? Нет, по дому, конечно, я заплетаю косу, прически делаю, подворачиваю волосы. Аллочка, а вот сколько осталось до рекорда Украины? Ты считала когда-нибудь, сколько еще осталось вырастить твою красоту, чтобы побить рекорд? Дело в том, что несколько лет назад я увидела, что стала рекордсменкой девочка с волосами 1,31 сантиметра. То есть, ну, намного короче, чем мои волосы. Я никогда не стремилась быть самой длинноволосой девушкой Одессы, Украины, потому что я предполагала, что где-то есть девушки, у которых волосы намного длиннее. Но когда ведущий тоже утреннего шоу обратился ко мне по телевизору, да, в прямом эфире, у него была в руках газета с моей фотографией, которую я отправила на всеукраинский конкурс. И он говорит, Алла Перекова из Одессы, если у вас не шиньон, обратитесь, побейте этот рекорд. Естественно, мне пришлось обратиться, да, заявить о себе, что у меня длинные волосы, что у меня они длиннее, чем у действующей рекордсменки. Вот так и вспыхнула эта волна популярности по поводу моих волос. Здорово. Удалось заявить о себе и побить вот этот рекорд официально? Нет, не удалось, потому что меня заметили девочки, у которых волосы длиннее. Ага, конкуренты. Но я не расстраиваюсь по этому поводу, потому что... Внимание и так хоть отбавляй, наверное. Да, да. Главное, чтобы волосы были здоровые, чистые, ухоженные, а какой они длины, это не имеет значения. А вот мы знаем, что ваша мама, наглядя на вас, на вашу прекрасную длинную косу, она тоже решила отращивать волосы длинные. Вот тоже захотелось быть похожей, вот когда дочери хочется быть похожей на маму, а вот теперь наоборот. А когда вот это случилось? Нет, дело в том, что у моей мамы изначально были длинные волосы, и она мне послужила примером, да, для того, чтобы отращивать волосы. Ну вот оно что. Ну, то есть она для меня всегда была идеалом красоты, ну как для каждой девочки, да, мама самая-самая. И у нее были длинные волосы, хотя она с 18 лет пережигала перекись у водорода, делала химии, завивки, стригла. У нее очень быстро растут волосы, ну а я, конечно, в детстве боялась стричься. И вот так получилось. А все равно вот иногда кончики как-то вот подстригаются, или вообще абсолютно не трогаешь, не стрижешь? Я один раз в жизни подрезала кончики, мне это не понравилось, потому что волосы стали выглядеть неестественно, ну ровно. И мне нравится так. Волосы секутся так же, как у всех, но если их отрезать, они будут больше прибавлять сечения, да, я буду все короче-короче делать стрижки. Поэтому я не считаю нужным подстригать кончики. А вот длинные волосы, они требуют очень большого и длительного по времени ухода за собой. Сложно вообще ухаживать за такой длиной? Сложно ухаживать за волосами вообще, в принципе, если они есть, да, их нужно вымыть, нужно следить за ними, да, нужно следить за состоянием здоровья, чтобы был блеск в волосах, расчесывать, сушить, это уже забота. Это у людей, у которых вообще нет волос, да, там тряпочкой протер пыль, смахнул и все. И никаких проблем. Да, а если есть волосы, за ними уже нужен уход. И мне такая длина давалась постепенно, поэтому я не испытываю особых трудностей по уходу. Я уже приловчилась быстро мыть, сушить, заплетать. Я пользуюсь феном, хотя я знаю, что это вредно. Я стараюсь не использовать слишком горячий воздух. Обязательно заканчиваю процедуру сушки холодным потоком воздуха. И, ну, феном быстрее. Полчаса у меня волосы сухие, я уже готова. А если так ходить без фена, конечно, сутки буду ходить. Еще и простудиться можно, да, если зимой. Это здорово. Аллочка, скажи, пожалуйста, ты же, твои волосы, это твоя изюминка, безусловно. Но ты и так тоже талантливый очень человек. У тебя очень много различных увлечений, выступлений. Скажи, вот твоя длина волос, она помогает тебе обратить на себя внимание или, наоборот, вот немножечко отвлекает от твоих основных каких-то человеческих талантливых качеств? Естественно, длина волос помогает. Да, это мой козырь. Но иногда мешает, когда какие-то роли в фильмах, да. И я не должна перебивать главную героиню. Вот недавно была сценка «Конкурс красоты», да, если я выйду с такими волосами, то, естественно, все внимание будет мне, а не героини. Ну, это такие мелочи, которые просто. А вообще по жизни помогают, конечно. Мне еще не было 14 лет, мы с мамой поехали за границу, и там я попросила отвезти меня в модельное агентство, потому что я хотела вот этой красивой жизни, съемок, показов. И там у меня произошли первые фотосессии для портфолио. И потом, когда по возвращению в Одессу, я поступила в школу моделей, прозанималась, изучала технику дефиле, с нами работали визажисты, стилисты, диетологи. Вот, получила диплом с квалификацией манекенщица фотомодель и решила, что я буду по этой дороге идти. Да, как бы, мне хотелось разнообразить свою жизнь, да, украсить, чтобы жизнь была яркой, красочной, да, ощущение этого праздника. Потом начала работать в модельном агентстве, участвовала в показах мод, и где мне предложили стать ведущей этих показов, этих мероприятий. Вот первый конкурс у меня был конкурс причесок. Мне было приятно, что вот волосы, прически, это как-то так связано. Вот, стала ведущей. И параллельно я была на киностудии, участвовала в фильмах. Это вообще магия кино, мир кино, это отдельная история, отдельный разговор. Это, конечно, мы еще поговорим об этом подробнее. Я рада представить вам уже не одну, а целых две прекрасные девушки. У нас в студии появилась Валерия Полнобродская. Это наша кудесница, чародейка, наш гример, которая каждое утро творится со мной с янами чудеса. И сейчас она сотворит чудо с Аллой. Она продемонстрирует нам, как же можно на таких длинных волосах подзирать прически. Сделать красивую прическу, да. Да. Аллочка, а ты пока расскажи нам, вот действительно, многим людям кажется, что длинные волосы, это очень тяжелый инструмент в плане того, что он ограничивает количество причесок возможных. Но, судя по твоему опыту, мы знаем, что это абсолютно наоборот. Естественно. Из коротких волос мало что сделаешь, да. А из длинных можно и регулировать длину, можно накрутить, можно выпрямить, можно заплести косы, хвосты, ну, все что угодно. Все вечерние прически и на праздники, и на мероприятия я все делаю сама, я справляюсь с этим. Я не обращаюсь к специалистам, потому что не каждый специалист, увидев такую длину, вообще осмелится. Возьмется за работу. А действительно, вот было такое, что приглашали на конкурсы причесок, а потом видели твои волосы, и все, мы боимся трогать, мы не будем ничего делать. Да, естественно, было такое на этапе кастинга. Приглашали, да, девушек с длинными волосами, но когда видели мою длину волос, то говорили, извините, мы не знаем, что с ними делать. А скажите, а как вы сами наловчились делать такие прически, если даже профессионалы и те боятся? Ну вот в детстве у меня мама абсолютно полностью ухаживала за моими волосами, мыла, расчесывала, сушила, заплетала. Я не представляла, как можно самой не то, что заплестись, как-то их уложить, а просто элементарно расчесаться. Для меня это было что-то вообще запредельное. Потом постепенно-постепенно начала учиться от кончиков. Интернет, конечно, очень помогает в последнее время. Огромное количество причесок для длинных волос и огромное количество мастер-классов. Вот в Ютьюбе можно, наверное, самой уже как-то пробовать все делать. Алла, мы знаем, что очень много поклонников и у твоих длинных волос, и вообще у тебя лично. Сначала, наверное, вот как было, они сначала тебя немножко раздражали вот своими постоянными вопросами, как ты так отрастила волосы, что с ними делаешь, как за ними ухаживаешь. И потом ты уже начала им отвечать. Или с самого начала тебе было приятно такое внимание? С самого начала было приятно внимание, потому что, ну вот, я же говорю, пошел всплеск такой, да, по поводу волос. Все стали обращаться, задавать вопросы одни и те же. Как удалось отрастить такую длину, как ухаживаю, не тяжело ли? И люди часто спрашивают, ты вообще ощущаешь вес, а не тяжелый? Нет, я говорю, нет, нет. А потом начала задумываться и действительно обратила внимание, что они действительно тяжелые. Ну, то есть, так я, они мне не доставляют дискомфорт, но, однако, вес есть. Алла, а вот когда ты познакомилась со своим молодым человеком, он сразу обратил внимание на твою особенность? Нет, Эдик не заметил вообще то, что у меня такие длинные волосы, потому что у меня была вечерняя прическа, и на плечах были только локоны. И потом где-то на третье свидание он говорит, слушай, а у тебя же длинные волосы, да? Я говорю, ну, вообще-то да. И начинаю так косу сначала раскладывать, да, до пола, потом расплетать. И он, конечно, был очарован, в шоке. Он говорит, я, конечно, шокирован, не видел такой длины никогда. Его родные до сих пор, его сестра Юлька говорит, слушай, я не могу привыкнуть, что у тебя такая длина волос. Это потрясающе. Ну, повезло, повезло молодому человеку, что тут уж скажешь. Он очень любит, он поддерживает моё желание не отрезать волосы, да, он помогает мне ухаживать, он расчесывает. Я его даже прошу, давай учись, заплетай мне. Он говорит, ну, пока он к этому нет, но расчесывает, ухаживает, гордится. Дома постоянно просит распускать волосы, потому что, ну, это красота, когда у девушки распущены волосы, это очень красиво. Это здорово, конечно же. А вот я знаю, что вы уже и с молодым человеком ездили вместе в путешествия, и по отдельности, и с мамой. Как реагируют, вот наши одесситы, наверное, уже знают по имени, а вот за границей как люди реагируют на такую длину волос? Да, если в Одессе и пожилые, и маленькие дети все обращают внимание, то за границей это, естественно, это диво. Бегут, кричат, просят пофотографироваться. В Израиле, это первая моя туристическая поездка была, у них, ну, это ж Африка, там палящее солнце, и, как бы, организм сам вырабатывает волосы, чтобы они были жесткие, да, у многих девушек очень сильно они вьются, как бы, да, это защита для кожи головы. И поэтому, когда видели меня с такими длинными прямыми волосами, конечно, все были в шоке, шокировались. И вот первые предложения там на вечеринке MTV, на съемке фильма были у меня там. Потом мы с моим молодым человеком посетили Пекин, это был 2012 год, год дракона, это так символически, очень красиво было. И там моя знакомая китаянка, русскоговорящая, она говорит, Алла, ой, там, ты знаешь, на улице снимают кино, там актер, там такой актер. Я говорю, кто, кто же там, Киану Ривз, я говорю, бежим, бери фотоаппарат, идем. Ну, естественно, я свой козырь сразу, это волосы, в две косы заплела вперед, думаю, так, я иду, чтобы уже вся съемочная площадка сразу видела. Вот, поэтому мы побывали еще там на площадке. Потрясающе, удалось посмотреть поближе на Киану Ривза? Ну, я вот видела их так, как вас, да, его. Я даже подошла к нему, поздоровалась, представилась, что я с Украины. Тут моя подруга начала тоже бежать, там, с фотоаппаратом кричать, там, человек ушел, он смутился, засмеялся, ну, это было весело, такое яркое было впечатление. Скажите, Алла, а вот съемки в фильмах, это тоже очень яркая часть вашей биографии. В каких фильмах вы снимались, с какими интересными людьми, возможно, еще виделись? Мне очень нравится попадать вот в эти съемки, да, в процесс. Нравятся исторические, военные, мне вот посчастливилось, да, вот когда ты приходишь и уже видишь людей, да, на съемочной площадке, они уже в этой одежде, и кажется, что вот, ну, они как-то добрее становятся, да, они преображаются немного, чувствуя себя в той эпохе. Это, конечно, вообще магия кино, это так интересно. Я только иду утром туда, на съемочную площадку, у меня уже настроение, я уже знаю, что будет что-то волшебное. У меня была очень интересная история, с Дмитрием Нагиевым я познакомилась, у нас были ночные съемки на Хаджибе, на пароходе, и, ну, все говорили, Дмитрий Нагиев такой пафосный, такой зазвездившийся, ты даже не думай к нему подходить или просить автограф, я говорю, понимаете, у меня нет такого фанатизма, чтобы я к человеку бежала на бумажечке, распишись мне, как бы, ну, я уважаю людей, я понимаю, что актеры это те же люди, просто, да, которые увлечены своим творчеством. Ну, так получилось, что мы рядом находились, и я присела на стульчик, он присел, и я уже не могла ни выдержать, ни высказать ему свое восхищение его творчеством, да, и мы, у нас так завязался разговор, он очень приятный, легкий человек в общении, приглашал, говорит, я часто бываю в Одессе, на театральных постановках участвую, приходи, как бы, ну, вообще море удовольствия получила при общении с ним. В общем, самым лучшим образом состоялось ваше знакомство. Да, еще мировых звезд видела, это я попала в Киев на пресс-конференцию, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лунгрен, Джейсон Стетхим, они презентовали свой фильм «Неудержимый», я поехала в качестве журналиста на пресс-конференцию, мне тоже удалось завершить эту пресс-конференцию, да, своим финальным выступлением, пожеланием новых проектов, да, и вот, потом вторая часть вышла, То есть, с Дольфом Лунгреном я вообще у лифта встретилась и сфотографировалась. Вот это да. Повезло мне. Это очень интересный мир, да, мир кино, такая профессия, что люди могут преображаться, да, проживать несколько жизней за свою жизнь. Это очень интересно, и я счастлива, что у нас в Одессе есть киностудия, да, есть причастность к искусству. Одесса, это, наверное, вторая столица Украины, кинематографическая столица Украины. Скажите, а в планах у вас есть еще сотрудничать с киностудией, сниматься в каких-нибудь фильмах? Естественно, я жду предложений, мне периодически поступают не только на фильмы, но и на съемки музыкальных клипов, реклам. Как бы я всегда открыта для этого. А вот в исторических фильмах когда-то доводилось сниматься, вот, окунуться в совершенно другую эпоху? Ну, вот у меня были военные фильмы, а исторические образы, это у меня были фотосессии, да, эпоха Возрождения, мне делали тоже прическу, платье. Да, конечно. Интересно, а вот у профессионала сколько времени ушло на такую прическу? Тоже немного, ну, смотря какой сложности. Вот то, что мне историческую делали, это полчаса заняло, да. Ничего себе. Перед этим, конечно, тренировались тоже, там, за день до. То есть делали пробную прическу, потом так. Это даже человек, который первый раз прикасается к моим волосам, он может справиться. Ну, мы в студии снова с нашими красавицами. Одна у нас кудесница чудесная Валерия Полнобродская и, собственно, ее модель Алла Перькова, которые сейчас на голове сотворят красивую косу. Мы уже все в предвкушении, что же из этого получится. Лера нам покажет, как на таких длинных волосах за такое короткое время можно вот такую вот красоту заплести. И уже часть даже виднеется, уже часть косы. А мы пока хотим спросить, Аллочка, мы знаем, что у тебя есть еще танцевальное увлечение, увлечение танцами. Расскажи подробнее об этой странице в твоей жизни. Да, танцы я очень люблю с детства. Мама говорит, это у нас талант по наследству. Она очень любит танцевать, я люблю танцевать. Меня приглашают на праздники, да, тоже благодаря моему образу, там, Снегурочка, вот предновогодние праздники, рождественские. У меня был танцевальный номер Снегурочка, Русалочка. В университете я выступала, да, у меня конкурс талантов, это был образ Русалочки. Даже с моим молодым человеком, с Эдиком, я его тоже привлекаю к танцам, он тоже любит танцевать, поэтому он, не стесняясь, выходит со мной. Мы с ним делаем постановочные номера, тоже на День влюбленных в прошлом году выступали. Очень понравилось, очень классно. Хорошо, когда человек, который рядом с тобой, поддерживает твои увлечения и более того, помогает тебе в этом, разделяет свои творческие порывы. А вот не ревнует иногда, потому что вы говорите, что достаточно часто люди бегут за вами с криками «О, Дива!» и хотят с вами сфотографироваться. Молодой человек как себя в таких ситуациях ведет? Бывают, конечно, моменты злости с его стороны, потому что у нас даже был такой случай, опять-таки, в Пекине, в парке. Там очень красивые, замечательные парки, вот эта вот древность, ухоженные газончики, цветы, красота. И я увидела бамбук, и я стою там, Эдик меня фотографирует, чтобы на фоне был этот бамбук. И группа китайских туристов, да, увидели меня, увидели волосы, начинают фотографировать, пока Эдик меня фотографирует. Потом уже начинают по одному подходить ко мне, говорить, классно, супер, там можно сфотографироваться. И я, естественно, с улыбкой, ну, мне нравится внимание людей, один, второй, третий, там, пятая. А их там много. Эдик говорит, хватит, да, хватит, ты что, посмотри, посмотри, целая туристическая группа здесь. Мы пришли погулять в парке, отдохнуть, или мы будем стоять здесь фотографироваться? Ну, у вас тоже, да, время ограничено там было. Конечно, то есть бывают такие моменты, что просто мы с ним гуляем, расслаблены, там, не хотим никого видеть, ни с кем общаться. Люди подходят и начинают вот... Кстати, а покажите ваши совместные фотографии, мы знаем, что вы пришли с фотоальбомом сегодня к нам. Ну, я вот парочку принесла фотографии. У меня морской офицер, моя гордость. А, даже так, то есть поймал свою русалку, что называется, это точно. Ух, ничего себе, какая фотография первая. Это фотографии, там, я в образах, вот как раз русалочка. Да. Это у меня вот восточное увлечение тоже, с восточными танцами я иногда выступаю. О, кстати, вот расскажи подробнее про восточные танцы, ведь с такими волосами восточные танцы просто созданы для тебя. Конечно, это вот фишка, да, такая у восточных красавиц, да, в танце использовать свои волосы. Естественно, я, когда выхожу на сцену, то все внимание не на то, как я танцую, в каком я костюме, а волосы, волосы до земли, это, конечно, привлекает. Внимание, да, конечно. О, полицейские восемь, какие смелые обзоры. Вот, кстати, фотографии моей мамы, вот, у нее чуть-чуть короче, чем мои, тоже очень-очень быстро растут. Аллочка, а ты когда-нибудь тоже вот подкрашивала волосы чем-то, припегала к каким-то вот именно окрашивательным методам? Краски я никогда не использовала, я немного осветляла пару прядей впереди, осветляла перекисью. Постепенно оно ушло, не нужно было ни обрезать, ни перекрашивать, то есть так все, все, естественно, процесс меняется. Если организм здоровый, если поддерживать себя в нормальном состоянии, то это сразу отражается на волосах, да, волосы блестят, волосы здоровые и не требуют какого-то особого ухода. Естественно, зимой можно использовать бальзамы, да, чтобы не было такой сильной электролизации, да, или там маски. А в основном, если ты вымыла, расчесала, высушила, видишь, что все нормально, то зачем дополнительно чем-то сбрызгивать, смазывать, чтобы быстрее там росли. Вот мама сейчас, мама говорит, давай, может, какие-то маски там, масла втирай, чтобы побыстрее росли. Какая у вас продвинутая мама, да? Ну, потому что она слышит, что все постоянно меня спрашивают, что я использую. Я говорю, мама, куда быстрее, куда быстрее, чем у меня, куда уже длинней. У меня уже такие длинные, я уже довольна, счастлива этой длиной, мне уже всего достаточно. То есть, если уже будет там слишком, что мне будет неудобно, я, естественно, буду подрезать, да, уже придется делать, ровнять эту длину. Но пока, пока у меня в планах такого нет, я хочу еще там лет 10 точно побыть, потому что я хочу быть невестой, самой длинноволосой невестой. Ну да, это уже совсем скоро произойдет, насколько мы знаем. Вот что нравится нашей гости, так это отношение к жизни. Посмотреть вот на страничку, постоянно какие-то пожелания счастья всем вот посетителям странички. Постоянно вот Алла благодарит судьбу Бога за то, что вот все так сложилось. Я очень люблю людей, я люблю общение. И я верю в то, что большинство людей добрых, хороших, и слава Богу, что у меня встречаются такие люди, да, которые и просят совета, и восхищаются, и как-то в чем-то я могу помочь, что-то подсказать, кто-то мне в чем-то поможет, подскажет. И я считаю, нужно любить мир, любить людей, и верить в хорошее, да, и вот у нас, несмотря на ситуацию в стране, нужно не опускать руки, нужно самосовершенствоваться, нужно чего-то достигать, заниматься любимым делом. И все будет хорошо у нас. Мы надеемся, вот на наступающий год принесет нам только счастье, радость, все будет отлично. Скажите, Алла, а сейчас чем занимаетесь ваше хобби, помимо ухода за волосами? Я же говорю, я не зациклена на волосах, я не считаю себя куклой Барби, которая сидит и измеряет каждый сантиметр, когда же у меня вырастут волосы. То есть они у меня... Да, они у меня просто есть, и все. Я в основном сейчас по фотосессиям, фотохудожники приглашают в основном направленность на сказочные такие персонажи, да, там, постановочные фотосессии, да, для журналов, для... так. А есть ли какие-то планы вот на Новый год, как он будет отмечаться, если не секрет? Ну, Новый год, естественно, это семейный праздник в кругу семьи, с елкой, с вкусными, хорошими угощениями, весело, да, как бы, как обычно. А елка дома уже стоит, наряжена? Нет, елки еще нет, елка обязательно будет, обязательно будет. Без елки Новый год я обожаю этот аромат, мандарин, хвои. А есть ли у тебя какие-то творческие вот мечты, которые, ну, очень хочется, чтобы сбылись в Новом году вообще в жизни? Я очень хочу проводить мастер-классы по уходу за волосами, рассказывать людям, как же все-таки мне удалось отрастить такую длину, как нужно поддержать здоровье волос, да, потому что многим людям дано как здоровье, так и красота волос, да, также таланты какие-то, но их нужно поддерживать, развивать, не рассеиваться, да, как бы. Планирую это, приглашаю всех подписываться на мой канал на Ютьюбе, и, ну, надеюсь, вот, что мои мечты и планы осуществятся. О, она может только попланировать нашему мастеру, которая, несмотря на то, что впервые работала с такой длиной волос, справилась. Справилась, да. Спила замечательную косу, спасибо огромное, огромнейшее спасибо, мы говорим, и остается действительно пожелать и Аллочке, чтобы все ее мечты сбылись, потому что женские волосы – это все-таки сила, сила для исполнения всех наших желаний, сила любви, конечно же, сила красоты. Это наша сила и мудрость. Спасибо огромное за прекрасное утро. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!